Доброе-доброе утро! Уже позднее утро. Я пытаюсь накраситься, одяжку удираю, потому что мне тут помогает он. У него свои планы насчет, как мне надо накраситься. Глубы уже намазюкала, глаза еще не отчипала, немного брови. Ой, 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 ой. Жизнь продолжается стоять, не падать. Не падайте, друзья, не падайте. Сегодня у нас встреча с учительницей. Мы уже зашли. Я Габриэла попросила на компьютере загрузить вот этот Zoom, по которому мы будем встречаться. Я уже проверила, там вставила, ну там надо специально, заходишь на эту встречу с учителем, там специальный пароль, удостоверение личности, все такое. Короче, я это все сделала. Она мне пишет смс. Говорит, у нас встреча в час тридцать, я видела, что ты пыталась, ну, что вы пытались быть на встрече, я говорю, я просто проверяю. Я еще тот турок, которому надо все проверить вначале, потому что не уверена, что и как. Мы как-то Zoom делали до этого, но никакого app мы не делали, ничего работало. Она говорит, нет, сделайте Zoom, app, так что сделали. Родительское собрание, не родительское, а больше как встреча с учительницей. Знаете, как я всегда вас водила с собой, когда мы встречали учителей новых, каждый год у деток были новые учителя, мы ходили, встречались с ними. Ну вот, традиции мы не нарушаем. Вы, наверное, это самое, удивились, а боже, сегодня вышло аж два видео. Хотя я вижу, что просмотры просто капец, просто капец. До этого я волновалась, 50 просмотров упало, потом 100, сейчас, наверное, и 150 упало, короче. Честно говоря, уже теряется у меня пыл. Начинаю подумывать, что делать, хочу ли я продолжать. Ну, как я продолжать и похочу, но возможно, я уйду от каждодневных влогов. Не знаю. Вы мне скажите, что что-то испортилось, да? Давайте своё мнение, почему, как вы думаете, почему упали просмотры? Потому что нудно? Потому что нет времени? Или потому что слишком часто снимаю? Выпустила я два видео, потому что второе видео чисто воспоминания. Я вижу, что это многим неинтересно, но я и хочу сохранить, поэтому выставляю всё равно. Так что, если оно не набирает просмотров, это окей. я даже до этого я просто как уделяла день этому. Последний раз я только даже 150 просмотров не набрала, так думаю, ладно, не буду портить себе день. из-за этого буду просто снимать, а те видео просто сохранять. Вот такое настроение дня на данный момент. Сегодня будет жарко, прохлада ушла, температуры низкие. Ушли, как будто на следующей неделе опять что-то должно вернуться. Будем ждать, надеяться. а так вчера, вот это когда Джонатан с Керри пришли, и скажите, я скажу, мужики костер разожгли, Габриэл к ним пришел, в общем, сидели около костра гутарили, так классно. это хорошо, это полезно. Денька. Что такое? Это было в пакетах. Это, что пришло, это, что вы ордите, папа. Что? Да. Я попала ближе на мой день. А, это пришло сегодня, ты веришься? О, чек. Смотрите Последний подарочек пришел. Я же купил пижамки. Габриэл с учительницей. Сейчас смотрит видео. То, что я смотрела в стриме, теперь он смотрит. Потом она будет спрашивать разные вопросы его. А я... Девшик проснулся, он заснул перед нашей встречей. И потом проснулся и вообще разорался так. Мы еле закончили насчет тринити. И Дэнни нету. Он мне пишет, ой, извиняюсь, я не смогу. Бла-бла-бла. Вот когда надо... Может он заснет опять, я не знаю. С тринкой мы уже закончили. Теперь надо Габриэл. И потом будет Scarlett. Вот такие встречи в наши времена. И так все, мы закончили с учительницей. Почти три часа мы это делаем. Часа проснулся раз, потом проснулся второй раз. Это капец. Громно, что мы не поели до встречи с учительницей. Уже когда старшие с нами общались, я давай по-немогу готовить. И Дэнни появился уже сразу после... Ну не сразу, но через некоторое время после того, как все это закончилось. Ну ты молодец. Ну зато пришел вот. С букетом. Я готовлю ужин. Здесь у меня чили. У меня куча было фарша говяжего. В этой части я делаю чили. Здесь у меня я лук уже натерла. Буду дышать мясо для конкургеров. О май годд! Я люблю тебя! Как его это? Я люблю тебя! Я люблю тебя! Вау! Мои сладки! О, еще и дверь закроешь. С курифигасики. Пегасики какой-то крутой чувак. Хи-хи-хи-хи-хи. Я очень маскировый скудер, нравится. Хорошок, как легко ездит. Мой слятюлька! А железе только пришло с дулом. Серега для Лучубы. Она заказала на Амазон. Ждала, выглядывала целый день. Так что все получили сегодня посылку, ну не все, я же получил две пижамки, Денька получила свою птичку, и вот Габриэл ждет, когда эту посылку сейчас продезинфицирую, потому что он говорит, мне скучно, хочу складывать кресло вместе. Что за страдания? Куда ты идешь? Что, папа-то? А может ты не надо сейчас там папе? Я буду решать, кому я надо. Они тут уже и под этим столом лазили вместе с тренкой, Деньим притащило это стол, они с него прыгали, ну короче. Вот, видите, под подушкой у нее новые наволочки, так же я не знаю, по-моему не показывала. Вот, видите, красота какая! Ух ты! Ух ты! Вот такой у нее уголок школьный. Стоять. Ну что, насчет встречи с учительницей. В основном там она задавала некоторые вопросы детям, но главное, что три разные категории, возрастные категории, вопросы одни и те же. Она типа спрашивает трените, после школы ты что хочешь делать? Ну это видно стандартные вопросы, там отвечаешь. Иди в колледж, идти на работу. Какая там еще опция была? Не помню, какая опция была. Я только запомнила эти две. И трените такая... Она уже потеряла интерес. Я говорю, давайте колледж будем, будем надеяться, что все-таки она пойдет в колледж. Ну Гаврил сразу сказал колледж, а Скажа сказала работать. Я говорю, ну ладно, посмотрим. Потом мы договаривались, сколько раз в неделю мы с учительницей хотим иметь контакт, каким образом мы хотим контактировать. И я сразу пять раз в неделю, каждый день. Она говорит, ой, говорит, самое больше меня просили это три раза. Она говорит, у меня 35 учеников. А я говорю, я говорю, не прощайте внимания, я волнуюсь. Что я? Ну короче, договорились три раза в неделю, каждую неделю. И потом с Габриэлом они выбрали некоторые elective, все-таки предметы, которые не основные предметы, а некоторые экстра. Он пытался найти то, что ему понравилось. И типа как компьютерная графика, что-то в этом роде выбрал. Потом физкультуру и... Жизненные умелости. Ну короче, она спрашивает, что это такое? Она говорит, ну, все, что тебе пригодится по жизни. У меня Дэнни вечно... Вот, убрали, знаете, типа как нашего труда, да? Вот убрали труды со школы, и теперь дети бездарные, не станут что делать, бла-бла-бла. Хотя Джульетт, некоторое время она все-таки брала что-то типа этого труда, потому что они там вышивали, учились шить. Анжелика никогда не брала, а вот она брала. Она говорит, ну, звучит интересно. Так что он взял типа что-то... Интересно будет, что это означает. Вот. Она спросила... В общем, на каждого ребенка выдается 1000 долларов. Ну не просто так на руки, да, выдают 1000 долларов. Нет. Это, в общем, в бюджете у нас есть на каждого ребенка по 1000 долларов. Но мы выбрали каррикулум для каждого ребенка. И она заказала это уже столько-то там, скажем, 200 долларов. Потом она сказала, надо компьютер. Я говорю, надо. Я не хочу, чтобы дети забирали мой компьютер. Ну, Габриэла, как есть компьютер, но если, скажем, мы все-таки когда-нибудь решим путешествовать, то лучше иметь лаптап. Он же ж не повезет целая письма с собой. Ну, короче, заказала компьютер, это еще экстра денежка. Потом заказали наушники каждому ребенку. Ну, в общем, еще мне много чего учиться. Учиться надо насчет этой программы, там, надо найти вот эти, ну, разные предметы, как, типа, спорт или музыка, что я могу сделать на этот счет. Ну, взяла достаточно долго. Плюс, она, каждый ребенок должен был посмотреть видео о школе. Там, три маленьких видео. Короче, сидим и смотрим. Потом Габриэл пришел опять смотреть. Ну, в общем, она по очереди с ними это делала. С тренинг, конечно, она интерес потеряла вот так, прям вот так. Вот эти видео я ей, боже, что за недо-то. А вообще, я не хотела понять, о чем. Ну, короче, она как вот это и... Ой-ой-ой. Вот эти вопросики спросила ее. Такие вот это, кем она хочет быть, все такое. И говорит, иди гуляй, понимаете? Тут учительница к ней с вопросами. А Тренька ей цыпленка своего показывает, который только что пришел по почте. Вы понимаете? И говорит, давайте я вам фокус покажу. Наклеила там, клеящей лентой, этот лицо, где этот птах прячется. Он не вылупливается. Потом она берет сзади этот тейп убирает. Он, короче, вылупливается. Короче, она делала на развлекаловку, так сказать. А что, ну, так особо, чтобы сказать, что мне еще запомнилось. Я не могу, ну... Ну, она, как некоторые правила, говорила, что от нас ожидается. Если там сколько-то там пропусков, или если работа не делается, не сдается, то нас могут выйти, отчислить и все такое. Я думаю, нам волноваться за это не надо. Потом договаривались, когда семестр, первый семестр, закончится второй семестр. По идее, первый семестр, ну, с тринкой. И скалит, я сказала, пусть будет 20 января, как она и написала. Габриэл, по-моему, выбрал, чтобы в декабре уже закончить, чтобы ему гулять до 20 января, я так поняла. А сам год заканчивается 27 мая. Так что, как-то так. Все такое новое. У нас еще, конечно, немножечко время есть. Получается, сегодня 28-е. Начинаем 8-го, значит, 11 дней на раскачку. Ну, знаете, хоть поезд у нас. Вот такой у нас... Такая у нас вот встреча с учительницей получилась. Так, друзья. Смотрю я, конечно, на просмотры сегодняшние. Знаете, я хотела не обращать на это внимания, продолжать свое дело. Я, наверное, и буду продолжать свое дело. Но, блин... Знаете, одно дело, когда уходят по... 50, 100, 150 человек на огромном канале. Но на моем канале это так заметно и так непривычно. И... Ну, ладно, что мои верные 3 дислайка на каждом видео поставлены. Понимаете, это ж... Это ж... Они все-таки зашли и отметились. Капец. Капец. Вот даже на вот этом несчастном моем видео за прошлое 53 просмотра и 1 дислайк все равно зашел и отметился. Спасибо, дорогая. Или, дорогая. Ай... Но потом я начинаю читать вот моих самых верных комментариев. Я так думаю, что я обращаю на них внимание. У меня есть люди, которые меня ждут. Люди, если вы не пишите комментарии, если вам нравится этот канал, подбодрите меня. Потому что на данный момент, я говорю, я, видно, сталкиваюсь с моментом выгорания. Не то, что выгорания, знаете. Вот именно, когда нет отдачи... Вот такой, которая ожидалась, да. Понимаете, 2 года назад я думала, что через 2 года было бы классно иметь по 1000 просмотров за ролик. А теперь я борюсь за то, что имела. Хотя бы иметь то, что было. И это просто, блин... Такого спуска у меня еще никогда не было. И хочется, знаете, откровенно... Если у вас есть добрые слова для меня, вот это видео будет тем видео. Пожалуйста, напишите. Потому что будет нужна. Нужна это подбодрение артисту, этому режиссеру. И если есть конструктивная критика, я постараюсь... Постараюсь ее хорошо воспринять. Ну, вот как-то так. Как-то так. Я... Мне кажется, я не поменялась. Мне кажется, что я продолжаю в том же духе, как и было. Но это явно... Одно дело, знаете, 50 человек. А тут, я говорю, ну... Почти как в 150. Я... На этой неделе... Эта неделя меня просто в шок вводит, честно говорю. Последние... Ну вот, видео за два дня назад и 166 просмотров. Я даже 200 просмотров не набрала. Это... Это вообще... Это вообще... Как будто я вышла и в магазин, и не дома сидела. Лана, вот поныла вам. Что вы думали? Я буду вас только развлекать тут? Нет. Будете моими психологами. Вперед! Пишите! Пишите письма! Итак, комментарии дня. Сегодня я сдам два комментария... Титула на комментарии дня за два разных видео. Так как выпустила два видео сегодня. За первое видео даю этот титул Студия сделай сам. Я не перестаю восхищаться вами и вашей семьёй. Вы очень сильная, жизнерадостная, энергичная мама. Большое спасибо вам за ваше видео. Спасибо большое. Очень приятно. Это всегда, это всегда очень приятно. Я не знаю, если вы ждёте взаимной подписки или это искренние слова. По-любому большое спасибо. Если вам надо взаимная подписка, очень сильно дайте знать. Но я... У меня уже было видео, я просто не в силах и не в состоянии просматривать видео, ходить на чай. Не со злости. И у меня... Просто у меня жизнь такая. А так, большое спасибо за приятные слова. Надеюсь, что вы останетесь с нами. И второй... За второе видео даю комментарий дня Марине Филипповой. Мариночка, очень классную ты рубрику придумала назад в прошлое. Ты была другая. Повадки другие, смех совсем другой. Но такая же весёлая и заводная. Ну да, мы со временем меняемся. Я рада, что всё-таки есть у меня люди, которым нравится эта рубрика. Я понимаю, это не обычный влог-влог, к которому привыкли. Плюс качество видео не на высоте. Я рада всё-таки, что кто-то это смотрит и кому-то это нравится. Большое спасибо за приятные слова, Мариночка. И на этом я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и bye-bye.